так ну что продолжим читать и так что же я сделал ясно что то что обычно и происходит на фондовой бирже в случае паники акции падают в цене именно то именно это же самое сделал и я опустил цены неужели до этого так трудно было додуматься гадали гадали что же будет да ничего ничего нового не будет не волнуйтесь до начального уровня до того самого с которого они стартовали феврале а потом сразу же запустил процесс снова цены опять начали расти одновременно на всех пунктах появилось мое обращение к вкладчикам в котором я объяснял смысл своих действий уважаемые вкладчики писал я сами видите что наши дорогие власти всем нам устроили спровоцировали панику вы же видели как все это происходило на ваших глазах ежедневные выступления по радио телевидению истерии в прессе естественно начался обвал ничего удивительного начался он не потому что мы плохие что ммм пирамида а потому что паника гибельна для любой финансовой структуры так можно любой банк развалить хоть у нас хоть на западе начать ежедневно трубить что он вот-вот лопнет действительно лопнет но не бойтесь ничего страшного мы найдем выход из положения и даже сделаем так что все мы в результате только выигры и мы и вы действия наши будут сейчас таковы мы временно опустим цены чтобы сбить панику со 125 тысяч там до 1 тысячи рублей то есть до того уровня с которого мы стартовали 1 февраля но зато резко увеличим темпы их роста так что до нынешних 125 тысяч они добегут не за полгода как было в этот раз а месяца за три за четыре таким образом подождите месяца три четыре и все спокойно вернете а не хотите ждать вложите новые деньги так еще и заработайте на нынешнем кризисе ведь ситуация сейчас максимально благоприятная и абсолютно безопасно все опять начинается с нуля с той лишь разницей что денег у меня теперь полно да и опыта больше плюс система полностью отлажена и персонал обучен создана сеть пунктов по всей стране короче говоря самое время вступать в игру присоединяйтесь такого момента таких дешевые акции вы больше не будет не упустите свой шанс уже завтра акции билеты будут стоить дороже это объявление повторяю было вывешено на всех пунктах и кроме того непрерывно зачитывалась на варшавке через громкоговоритель и ситуация как и самого начала я предполагал сразу же резко изменилась эти толпы которые еще минуту назад ждать жаждали продать бросились теперь покупать и правильно между прочим ситуация была до такой степени простая очевидно что не покупать было просто глупо я ведь продемонстрировал всем наглядно уже один раз как это делается на практике как цены взлетели в 125 раз всего за полгода а сейчас все начинается с нуля а ведь тогда первый раз не было гораздо сложнее денег было меньше опыта ничего еще не было не создано не отлажено да и люди еще во все это не въехали а теперь ха опыт деньги люди все знают и понимают леня голубков в теле эфире круглосуточно естественно надо покупать да такой шанс можно сказать один раз в жизни бывает покупать 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 дайте мне мне побольше именно такое развитие событий я и предвидел а потому и ждал до последнего пока скандал достигнет своего пика и о нем будут знать буквально и о нем будет знать буквально вся страна чтобы потом когда я сделаю свой ход о нем тоже узнала вся страна даже те ее граждане которые до этого колебались и в ммм не играли даже те которые до сих пор вообще всем этим не интересовались чтобы все абсолютно все поняли что сейчас самое время вступать в игру время делать деньги господа больше такого шанса у вас в жизни никогда не будет фортуна сегодня улыбается всем к сожалению через пару дней выяснилось что она просто шлюха забавно было в этой ситуации наблюдать за поведением журналистов аналитиков комментаторов и все прочие пишущие болтающие братья если обычные простые люди поняли все в одно мгновение и сразу бросились к пунктам скупать дешевые акции то все финансовые гуру и мудрецы хлопали глазами целый день прежде чем осознали случившееся поначалу они просто вообще ничего не понимали как это так люди которые только что хотели все продать теперь снова хотят купить что вообще происходит как сейчас помню великолепнейший репортаж с фондовой бирже голос комментатора за кадром помещение фондовой бирже выглядит сейчас так будто в ней был погром выбитые окна сломанные столы и стулья заваленный бумагой пол в кадре появляется какой какой-то весь взъерошенный директор биржи растерянно говорит я не понимаю что происходит так банкрот ммм или нет если ммм не в состоянии расплатиться по своим долгам то она банкрот тогда почему акции билеты ммм опять все покупают и они опять растут в цене что это значит это значит господин директор что вы просто напросто болван только и всего ничего страшного бывает но здесь небольшое отступление себе позволю я уже неоднократно говорил о том что мавроди попросту перевернул закон рынка то есть он показал что если некая назовем это спекулятивная единица предположительно растет в цене всегда да то есть виртуально вот всегда растет независимо от покупать ее или нет то закон рынка спроса и предложения он оборачивается в обратную сторону то есть не спрос определяет предложение а качество предложения то есть характеристика вот это что она постоянно в цене растет это предложение она соответственно провоцирует дикий спрос только и всего и он это продемонстрировал на практике поэтому вот эти люди всякие зубрилы там в эти академики которых диссертации пишут докторские там и прочее они понимаете вот цена всем этим теоретическим знаниям да ну вас как говорила маргарита жильцу с нижнего этажа собираясь лететь на бал к сатане какой вы скучный я тоже кстати был был туда приглашен в качестве почетного гостя но к сожалению в итоге так и не попал лететь было не на чем метлы под рукой не оказалось а сифка бурка то господин директор так уж и быть вы хотите знать что это значит хорошо подскажу ответ точнее загадаю загадку и если вы ее разгадаете том то вам все станет ясно подумайте-ка на досуге вот о чем а куда собственно деваются деньги на реальные фондовые биржи например на вашей случае падения цен а вот есть миллион акций вчера они стоили по 100 долларов за штуку а сегодня началась паника и акции мгновенно обесценились до 10 долларов а куда делись 90 миллионов долларов исчезли испарились растворились в воздухе кто их получил никто так куда же они все-таки делись вчера они были а сегодня их нет хороший вопрос правда а вот вам им они никуда не исчезают в этом разгадка вот так вот арест арестовали меня 3 августа цены я опустил 1 августа от 3 за мной пришли пришли в тот момент когда победа моя была уже очевидна у пунктов стояли очереди на покупку среди вкладчиков царила эйфория обороты даже по нашим масштабам были неслыханные и все росли и росли все спешили купить дешевые акции билеты и даже и эти но даже и эти фантастические показатели не отражали и мелкой так и не отражали и в мелкой мере сути происходящего скорее всего тут акции хотели купить все просто у многих не оказалось в тот момент свободных денег все ведь произошло совершенно неожиданно предпринятые мною действия застали в расплох люди не успели еще всего за один день где-то их срочно раздобыть снять книжки со счета продать что-то и тому подобное я думаю что если бы не мой арест то обороты в последующие дни нарастали бы уже в геометрической прогрессии нет смысл описывать сам арест его неоднократно показывали по телевидению по всем каналам расскажу лишь вкратце о том что осталось за кадром моя квартира к этому моменту представляла для неподготовленного человека весьма странное так скажем зрелище всю жизнь я очень любил читать и собирал книги кроме того я всегда питал слабость к аквариумам и аквариумным рыбкам гурами гурами меченосцы барбусы мягкий свет песок растение какие-то диковинные растут улитки по ним ползают ах даже сейчас в камере спецсизо когда я пишу эти волшебные слова я испытываю знакомое сладостное волнение эх черт меня подери вот кажется дали бы мне сейчас вот сию самую секунду полюбоваться на какую-нибудь рыбку на него на какого-нибудь и я бы за это миллиарды триллионы сексилионы отдал бы кабы имел бы вот ей богу как же я понимаю теперь короля ричарда полу царства за коня ну ладно поскольку неонов здесь не водится пойду хоть на скумбрию в холодильнике полюбуюсь герметичной упаковки все-таки рыбка вот кстати по поводу вот этих вот всех вещей о которых он пишет ну и говорил неоднократно в том числе вот понимаете у человека в жизни у любого есть какое-то вот именно человеческое такое увлечение и без него вот у каждого человека она может быть совершенно разным у кого-то это женщина у кого-то это семья у кого-то это там вот рыбки рыбалка да все что угодно это неважно в этом-то и прелесть жизни в ее многообразие что у всех это увлечение разное но это увлечение но это скорее всего мужчина в большей степени касается она никак не связана с деньгами там заработком еще с какими-то вот этими всеми всякими бредовыми вещами которыми которым мы по сути посвящаем всю свою жизнь к сожалению и вот видите когда человек зрелый он ради этого увлечения он готов просто пожертвовать всем потому что без него ну без вот этого интереса припадает весь смысл жизни понимаете все нету интереса нету вкуса бессмысленно заниматься зарабатывать там эти сексиллионы понимаете вот о чем речь фу вот полюбовался и сразу же на душе легче стало сразу на вождение бесовская отпустила хрен вам они триллионы не выдан ни счетов ни сексиллионов не дождетесь и вообще надо сокамерен сокамерником сказать чтобы скумбрию это пока не ели мало ли сгрустнется опять все-таки живая душа единственный друг а то и общаться ты не с кем какой у нее срок хранения 10 11 03 вот до 10 11 пусть не трогают ну так вот книги рыбок короче говоря я всегда любил с течением времени по мере роста моего финансового благосостояния эти две мои страсти постепенно приобретали все более и более безудержный характер и результате к моменту моего ареста квартира моя выглядела так представьте себе входная дверь длинный предлинный коридор на левой стороне которого три одинаковые двери трех одинаковых комнат в конце коридора туалет ванная кухня балкон через который по веревкам в квартиру и проникали собравцы в черных масках и с автоматами средней комнате в углу слева от окна огромная кровать типа сексодрома и в противоположном по диагональному углу огромный телевизор сони в дальней комнате совершенно необъятный письменный стол у окна и кресла больше из мебели в квартире ничего нет вдоль всех стен во всех трех комнатах книжные книжные полки от пола до потолка посередине ближний дальний комнат гигантские аквариумы за ними специальный человек ухаживал каждый день приходил все стены в коридоре завешены бабочками еще в квартире жили две кошки черная белая она на на кухне чудовищный белый попугай точнее нежно-розовый с ярким оранжевым хохолком розовый как аду все больше в квартире ничего нет кстати насчет попугая если вздумаете заводить имейте ввиду что запросто перегрызает металлические прутья толщиной в палец а по утрам и вечерам орет так что у меня например соседи как позже выяснилось были абсолютно уверены что и купился что я купил себе обезьяну и по утрам и вечерам ее мучаю и она орет нечеловеческим голосом а мучаю я ее вероятно просто в качестве разминки как и спитый душегуб тренируюсь так сказать по ней ну на ней по утрам прежде чем днем вплотную же акционерами заняться вообще-то я практически не пью но как раз накануне мне подарили несколько дюжин бутылок великолепного коллекционного крымского вина которая я поставил в средней комнате и углу так в средней комнате в углу наверное много очень опечаток тяжело читать на самом деле потому что бежишь вперед глазами и вот это вот когда там не в углу и углу и вот начинается запинают даже видимо из-за этого в углу прямо на полу просто потому что девать их больше некуда было короче все у него было бутылками что заставлено это я тоже помню его рассказ дверь в квартиру ломали довольно долго несколько часов да так и не сломали слишком уж она была прочная в конце концов ее просто открыли спустившиеся через балкон собравцы я в это время в майке и тренировочных штанах лежал на кровати и смотрел телевизор именно в таком виде меня и застали вошедшие толпой в комнату официальные лица во главе с первым заместителем начальника налоговой полиции страны фамилия его уже сейчас не помню впоследствии в интервью он описывал эту сцену так когда я вошел в комнату то увидел лежащего ничком на кровати мавроди он был в майке весь пол комнаты был заставлен бутылками мне стало противно да правда порой самая неправдоподобная вещь на свете это точно насчет противно охотно верю поскольку сам гражданин первый зам в этот момент как ни странно лыка не вязал так что наверное при виде вина его просто затошнило потом кстати я поинтересовался у налоговых полицейских а что это ваш начальник начальник пьяный на обыск приехал и услышал ответ зато человек он очень добрый вот так вот так вот у нас все в стране но вообще-то самое забавное что его описание правдиво действительно я в майке лежал на кровати ну ничком конечно это уж положим он переборщил просто для красного словца вернул и действительно весь пол комнаты был бутылками заставлен и тошно ему с перепоя тоже могу быть получается что все правда кошмар какой-то удивительно но это уже второй подобный случай в моей жизни это же связанный с алкоголем первый произошел еще в бытность моим молодым специалистам расскажу пожалуй чтобы отвлечься во я это вам кстати рассказывал вот этот случай как раз я уже неоднократно говорил скорее всего это про чай вместо коньяка и так так вот после института я два года отработал по распределению программистом как тогда полагалось у меня оказался талант к программированию и я быстро сделал головокружительную по тем временам карьеру меня срезу сразу через две должности сделали зав следственной группой фу зав группой программистов тюрьма проклятая одни следователи и прокуроры в голове да в общем все бы хорошо да была одна проблема постоянные пьянки в отделе по любому поводу любые праздники дни рождения сотрудников их жен детей кошек мышек да еще ежедневно после работы мужчины в шахматы играть на часок-другой остаются ну не советских времен сами понимаете а я надо сказать до этого не пил ну то есть вообще ни грамма даже пиво до 24 лет спиртного вообще не пробовал капли в рот не брал кстати осмелюсь предположить что весь талант и разума вроде кроется вот в этой простой вот вещи он просто себя не травил только и всего а тут пришлось пить да еще как да еще что все подряд ладно бы водку а то технический спирт портвейн кавказ и прочие прелести ну в общем все самое дешевое в результате через некоторое время у меня в ней сложилась стойкая репутация алкоголика но естественно все вид все выпьют и не в одном глазу один я как чумной целый день по институту брожу пошатываясь из страны в сторону а потом еще более несколько дней я вообще очень плохо алкоголь переношу у меня потом тяжелейшие похмелье ну конечно не травился в детстве вот по сути да как раз до зрелого возраста 24 года на секундочку македонский там уже полмира завоевал в этом возрасте не снимали соответственно все логично конечно тяжелейшие похмелье все правильно красавчик он короче говоря надоело вскоре мне это до смерти все это пьют хоть удовольствие получают аят чего только мучаюсь потом неделю да и вообще пора завязывать а то прямо по высоцкому получается вижу я что здоровье тает на работе всех брак из к все брак и скандал никаких моих сил не хватает и плюс премии каждый квартал точно если последние слова про премии отбросить не было у нас никаких премий то все точно и что здоровье тает и что сил моих никаких уже нет и что на работе одни скандалы скоро чего доброго опять в инженера разжалуют завязывать короче надо в общем в один прекрасный день говорю своим лкашам все хватит ну вас нафиг с вашими портвейнами да ладно они мне и отвечают не хочешь не пей дело хозяйска ну хорошо остаемся мы как обычно после работы играть в шахмат в кавычках у них как всегда портвешок колбаска а я сижу как дурак шахматы играю на сухую наконец мне это надоедает все кругом пьют закусывают и я говорю слушайте дайте и я тогда хоть бутерброд с чаем что ли съем чего я голодный то сижу наливаю в стакан чаю ну вот вот как беру в другую руку бутерброд только подношу стакан карту как дверь открывается и входит директор не картина те спокойно сидят за столами и вероятно обсуждают между собой какие-то важные научные проблемы для этого специально после работы и остались за отдельным столом сижу я с бутербродом и колбасой в одной руке с полным стаканом в другой на столе передо мной пустая бутылка из-под портвейна кавказ именуемая в просторечии бомбой в стакане явно остатки этого самого кавказа крепкий чай портвейн по цвету как известно практически неразличимы в комнате повисает гробовое молчание на конец я кое-как прихожу в себя и говорю первое что приходит в голову лучше бы уж я молчал да я совершенно трезвый хотите я на вас дыхну директор как ошпаренный выскакивает занавес публика в восторге да с неплохо бы моему следователю тот случай рассказать как ярчайший образчик того насколько обманчивыми могут оказаться даже самые неопровержимые на первый взгляд улики и насколько трудно подчас бывает совершенно невинному человеку доказать эту самую свою невинность ведь директор института то пожалуй и и до днесь пребывает в твердой уверенности что я тогда пил именно портвейн и как скажите на милость мне было доказать ему в тот момент обратное погнаться за ним по коридору догнать схватить за грудки и начать на него дышать по моему вряд ли бы это был самый удачный вариант или вы так не считаете гражданин следователь впрочем мы опять отвлеклись все время я что-то расплываюсь мыслью по древу никак не могу сосредоточиться от плохого питания наверное витаминов не хватает и свободы и так собравцы вошли через балкон открыли дверь и обыск начался длится он длился он до самого вечера ну кстати здесь написано длится после чего меня отвезли в здание налоговой полиции внизу при выходе из лифта старший скомандовал коридор и налоговые полицейские момент устроили коридор две шеренги а в середине между ними двигаюсь я сопровождающим сколько их потребовалось для этого коридора человек 100 я думаю не меньше дом сталинский пардон сейчас водички выпил дом сталинский вестибюль большой расстояние от лифта до двери подъезда довольно значительно но внутри подъезда то все это зачем там же никого не было кстати днем это время как и в то время как у меня шел обыск произошел любопытный инцидент не о нем потом охранники рассказывали соседняя квартира дмитрия маликова и вот во время обыска его охранник вошел в подъезд сел в лифт и стал подниматься наверх причем внизу его никто не тронул и не остановил хотя там по его словам было полно каких-то спецназовцев когда лифт остановился на нашем этаже и дверь открылась он увидел перед собой огромного спецназовца в маске и с автоматом вероятно тому снизу по рации передали и он уже заранее ждал не говоря худого слова этот спецназовец сильным ударом в живот прикладом автомата повалил маликовского охранника на пол после чего спецназовец спокойно вошел в кабину лифта и нажал на кнопку первого этажа так и приехал вниз скорчившимся на полу и держащимся обеими руками за живот маликовским охранником того внизу сразу же взяли в оборот кто куда зачем ну и так далее итак выходим сопровождающим из подъезда и идем к их машине как какому-то жигуленку в меня на иномарках шикарных пасли а тут какой-то задрипанный жигуленок чтобы показать всем какие они бедные что ли у двери подъезда толпа вкладчиков не сказать чтобы уж очень большая но все-таки довольно прилично скандирует что-то в мою поддержку садимся сопровождающим машину едем налоговую полицию приезжаем вечер здание пусто за исключением тех сотрудников которые как-то участвовали в моем задержании там похоже никого нет полицейские обязаны были провести со мной какие-то определенные процессуальные действия осуществить то ли опрос то ли допрос в общем заполнить какой-то протокол но бланка протокола в наличии не оказывается необходимо его распечатывать на компьютере тут неожиданно выясняется что работать на компьютере никто из присутствующих не умеет происходит следующий знаменательный диалог а ты разве не умеешь нет ну так найди кого-нибудь кого рабочий день уже закончился но не знаю сделай что-нибудь давай сами попробуем включая компьютер а ты пароль знаешь нет и я нет немая сцена неописуемо муарес на тот момент являлся значительнейшим событием в жизни страны к нему наверняка заблаговременно готовились санкции получались на самом высшем уровне он непрерывно транслировался по всем каналам а в итоге у исполнителя не оказалось под рукой бланка допроса какие свидетельства царящего у нас по всевес повсеместного разгильдяйства и головотяпства еще нужны как точно выразился позже один из моих сокамерников бардачина она везде полицейские тем временем переглядываются смотрят на меня потом отходят сторону и начинают о чем-то оживленно шептаться затем один из них куда-то быстро уходит второй остается со мной стоим молчим время идет наконец первый полицейский возвращается опять какое-то совещание потом короткий кивок мне пойдемте несколько заинтригованный я с любопытством двигаюсь за ним в какой-то святая святых меня ведут в тайный компьютерный центр что ли или может в пыточную но в любом случае интересно хоть какое-то разнообразие а то обыск этот многочасовой потом здесь что-то все сидим высиживаем бланки эти дурацкие ищем скука подходим какой-то двери заходите захожу ба знакомые все лица куда это я попал каким чудесным волшебством перенесся на 20 лет назад свой незабываемый родной не и где работал молодым специалистам да причем как удачно прямо на один из бесчисленных праздников посередине комнаты стоят представленные друг другу письме представленные друг другу письменные столы с водкой колбасой хлебом огурцами помидорами и прочими непременными атрибутами всех этих нехитрых застолье вокруг столов сидят молча уткнувшись тарелки не поднимая глаз все присутствующие сегодня на обыске сотрудники налоговой полиции вероятно обмывают удачную операцию господи ну до чего же знакомая картина как будто и не было этих 20 лет вот сейчас откроется дверь войдет директор и я опять скажу хотите я на вас дыхну проходите последний раз ностальгии оглядываю заставленный стол в поисках портвейна кавказ и прохожу соседнюю комнату дверь старую добрую сказку с водкой колбаской захлопывается я остаюсь один на с жесткой действительностью с бланками компьютерами и протоколами допроса до провались все пропадом компьютер кстати здесь включен и один из полицейских уже сидит за ним и не умело тычет пальцем в клавиатуру ага понятно по всей видимости это единственный компьютер без пароля или с паролем который они сумели узнать вот почему они были вынуждены мить меня сюда привести да не повезло ребятам такой конфуз и вдруг а вдруг и корреспондентам расскажу что наши налоговые полицейские вот после работы пьют какой скандал поднимется впрочем никто не поверит все знают что они вечерами планы оперативных мероприятий между собой обсуждают наконец протокол напечатан и мы тем же путем возвращаемся назад а собственно меня-то они зачем таскали вдруг неожиданно мелькает у меня в голове могли бы сами сходить напечатать а потом принести впрочем о чем-то я наверное так надо психология этих монстров темный лес мне задают какие-то вопросы я не отвечаю расписываться будете нет почему я продвигаю себе протокол допроса и пишу потому что не желаю участвовать в этом спектакле в какой бы то ни было форме чисто мальчишеский жест и потом через девять лет мне его припомнят после второго ареста чё это вы теперь так сдержаны усмехается следователь когда я откажусь подписывать протокол без всяких объяснений никак это не прокомментирую в прошлый раз вы были более эмоционально формальности закончена начинается допрос и нудное совещание как меня выводить насколько я успеваю понять здание налоговой полиции уже окружено толпами вкладчиков и народ все прибывает в конце концов какими-то тайными тропами и задними дворами меня все-таки выводят сажают в машину и мы на полной скорости врубив сирену и не обращая внимания на светофоры учимся по ночной москве я сижу между двух полицейских на заднем сидении а на переднем рядом с водителем сидит молоденький парнишка форме сжимает автомат и напряженно настороженно озирается по сторонам как будто ждет что что на него вот-вот нападут ну что за дурдом тем более что за нами несутся еще несколько машин сопровождения полных полный спецназовцев тоже сиренами и мигалками целая кавалькада короче долго петляем какими-то темными дворами закоулками наконец куда-то подъезжаем это лефортово нет петровка о приятный сюрприз впрочем хрен редьки не слаще полицейские сдают меня тюремным охранникам и уезжают меня же поднимают в камеру дверь с лязгом захлопывается хотя формально петровка не тюрьма а и в с изолятор временного содержания но что собственно это эти лексические тонкости меняют как говорится что в лоб что полбу тюрьма она есть тюрьма как ее не назови хоть домом отдыха кажется в камере еще кто-то был сейчас уже точно не помню да это уже и не суть важно меня тогда все это мало интересовало я сел на кровать тогда я еще не знал что это шконка и стал думать а подумать мне было а подумать мне было о чем события пошли по незапланированному сценарию не то чтобы я вообще никогда и мысли не мог допустить что меня могут арестовать и прочее просто по вполне понятным причинам я всегда как-то избегал на эту тему думать инстинктивно всегда старался от этих неприличных мыслей уклоняться гнал их собственно как это и любой человек обычно делает и вот настал момент когда уклоняться стало уже нельзя надо было срочно что-то решать причем причем немедленно времени на размышлениями не было отпущено совсем немного максимум сутки не больше каково могло быть дальнейшее развитие событий я видел три варианта вариант 1 неконтролируемый от меня независящий а потому и самый неинтересный просто я автоматически отмечал для себя что он существует меня могли просто убить в тюрьме для власти это было самое разумное если бы я сам был властью я бы именно так и сделал причем немедленно через девять лет все все тот же следователь скажет мне в минуту откровенности власти совершили тогда ошибку вас следовало устранить объявить что сбежал и все ищем не скрою это замечание доставит мне удовольствие значит тогда в 94 я все просчитывал правильно однако власти это не я я трезво оцениваю свои силы ресурсы возможности и потому прекрасно понимаю какую угрозу представляют для этой страны всеобщей бардачины власти же этого ничего не знают и потому наверняка меня недооценивают им кажется что я всего лишь обычный мошенник только очень крупный соответствующей психологии всего лишь бессильный языческий идол они подлинный выходец бездны а потому такие радикальные меры они вряд ли решатся сложно и хлопотно да и зачем не так уж они пока испуганы ну по крайней мере это я так думал что сложно и хлопотно а на самом-то деле может наоборот легко и просто тогда хвала аллаху что я так заблуждался вот если я третий вариант запущу тогда второй вариант мягкий и спокойный предоставить событиям идти своим чередом и попытаться стать депутатом госдумы этот вариант я имел в виду все время с самого начала в случае возникновения реальных проблем с властями избраться в госдуму ну депутатской неприкосновенности прочее сами понимаете вообще-то все мне советовали избираться самого начала еще до возникновения этих проблем избираться тогда мне было бы несравненно легче это ясно но я испытывал такое стойкое отвращение ко всем этим думам заседанием комиссиям и так и тому подобное что не соглашался ни в какую только в случае крайней необходимости и вот такая необходимость настала по поводу отвращения понимаете вот даже если он пошел на компромисс давайте порассуждаем и пошел бы туда ему все равно пришлось иметь дело вот грубо говоря вот тазик стоит да с грязью вот туда нужно сунуть руки ну как можно при этом оставить руки чистыми никак в общем то вариант неплохой хотя и проблемы есть во-первых мне просто могут не дать из тюрьмы зарегистрироваться запретят адвокатам выносить подписные листы и привет по закону я конечно имею право но законы у нас не дадут и все обращайтесь суд а пока суд до дела и выборы уже пройдут короче если не дадут крышка а во вторых опыта у меня в этом деле нет не занимался этим никогда всеми этими выборами команды нет и прочее впрочем это то я думаю как раз не проблема главное деньги есть а значит будет и все остальное команда дело покупное в общем сложности определенные конечно будут не без того но все это легко преодолимо и наконец вариант 3 идти ва-банк бросить толпы на кремль там ваши деньги вызвать смуту и заставить власти вступить в переговоры очень заманчиво очень но делать это надо сейчас немедленно времени терять нельзя ни дня прямо завтра с утра как адвокаты придут дать через них отмашку завтра лучший момент пока толпа в ярости уже послезавтра все пойдет на спад а потом и совсем сойдет на нет то есть у меня всего один день или завтра или никогда тоже очень заманчивый вариант ну просто очень завтра послезавтра все решится или грудь в крестах или голова в кустах а чего тянуть-то или пан или пропал плохо то что проспать шансов что проспать шансов уж больно много шлепнут вот завтра же с перепугу и правильно сделают вместо того чтобы в переговоры вступать да и со страной что тогда будет если смута начнется меня в этот момент убьют а первая пуля в лоб меня целует а вторая пуля да поранила коня неожиданно всплывают у меня в голове слова знакомой песни кровавый хаос ведь если сейчас волнение начнутся кровь прольется то все партии сразу же на шум сбегутся все стервятники на кровь слетятся все вранье всех цветов и оттенков красные черные коричневые и чем все и чем все это закончится кто к власти придет для кого я дорогу расчищу да нет пожалуй я же не полная беспринципная сволочь типа какого-нибудь свердлого я сын этой страны я так не могу точнее не хочу в конце концов все и по-другому можно решить тихо без шума и пыли разберу и сберусь в думу все тормозим надо остановиться никогда нельзя останавливаться остановка смерть тормоза придумали трусы скажет мне через 9 лет в бутырской тюрьме сокамерник профессиональный киллер в прошлом снайпер афганец спецрота зэков смертников один из двух оставшихся в живых из роты 120 человек второй сейчас полковник спецназа всегда сначала убиваешь троих командира колонны радиста и пулеметчика и многих ты убил серёг тебе это интересно ну интересно больше пятидесяти а что чувствуешь когда убиваешь человека я когда в первый раз выстрелил в голову попал а у меня пули разрывные были со специальной насечкой сам делал и голова взорвалась разлетелась на кусочки и кругом белая такая розоватая студенистая масса вся подрагивающая я долго тогда в оптический прицел смотрел а потом отвернулся и блеванул а потом а а потом привыкаешь и так не пошел я на радикальный вариант и решил выждать может все само собой еще образуется а рассосется как нежелательная беременность у наивной школьницы вот возьмут завтра власти я думаются идите мол сергей пантелеевич и спокойно продолжайте строить свою пирамиду власти однако одумываться не собирались и через 10 дней точно установленные законом сроки ну как же все строго по закону мне предъявили обвинение перевели в тюрьму на 4 спец туда где сидели в девяносто первом путь чистый янаев и компания да чуть не забыл сразу после ареста еще налоговой полиции я объявил гладовку которую держал более 10 суток и прекратил уже после перевода в тюрьму и вот еще что арестовали меня 3 августа 11 день рождения мне исполнилось 39 лет и вот сижу и одиннадцатого в своей камере на петровке и вдруг слышу какой-то непонятный все нарастающий шум как будто тысячи и тысячи людей дружно скандируют сережа сережа казалось что стены трясутся это огромные толпы моих вкладчиков пришли поддержать меня народу было столько что все движение на петровке и близлежащих улицах было перекрыто как потом выяснилось власти опасались беспорядков погромов но никаких беспорядков не было все прошло совершенно тихо и спокойно но люди культурные потому что рядовые-то граждане не беспредельщики же на следующий день московском в мк появилась заметка начинавшиеся словами пьяные хорошо оплаченные молодчики и так далее все это наглая ложь никаких молодчиков там не было только обычные рядовые вкладчики и никто ничего не платил все пришли добровольно это ложь от первого до последнего слова вот цена нашим всем сми в общем-то для кого уже не секрет особо для тех кто в мм 2011 участвовал когда уже вот все это интернет там сознательно сидишь внутри этой темы и видишь как снаружи все это вранье вообще от первого до последнего слова аминь там чего по-другому не бывает все же покупается господи а там где покупается платится там одна ложь постоянно с мк к слову сказать отношения у нас как сразу не сложились то есть поначалу то все шло просто как и со всеми но потом я перестал давать у них рекламу возмущенный их откровенно грабительскими ценами и вот тут то все и началось прошла любовь завяли помидоры позже когда я стал депутатом из меня снимали неприкосновенность в день голосования к зданию думы тоже пришли тысячи вкладчиков чтобы выступить мою поддержку циничные депутаты были крайне поражены когда из бесед с людьми поняли что эти люди действительно пришли сами добровольно им никто ничего за это не платил они-то хорошо знали чего стоят их собственные стихийные митинги и демонстрации поддержку той или иной партии или движения для них нет никаких стихийных митингов и никогда не было есть хорошо оплаченные заранее спланированные мероприятия кстати уж продолжение темы когда здесь в тюрьме уже в 2003 году я как-то рассказал что в свое время спонсировал поле чудес разного рода лотереи и тому подобное сокамерники живо заинтересовались вопросом а вот все эти призы они честно платятся все эти победители лотереи розыгрыши и прочее они настоящие конечно нет все победители подставные причем дело тут даже не в том что владелец жадничает обманывает не хочет платить выигрыши и прочее вовсе нет дело в том что это не профессионально платить выигрыши неподготовленным случайным людям не профессионально ведь все эти за раздачи подарков это же не благотворительность это чисто рекламные акции ты оплачиваешь подарок а за это хочешь что-то получить то-то то-то и то-то иметь отдачу иначе затем зачем тебе вообще все это надо счастливый победитель должен тебя поблагодарить это надо заснять чтобы потом продемонстрировать и так далее а с дилетантом никогда не знаешь как он себя поведет он может просто схватить подарок и убежать не сказав тебе ни слова благодарности да еще и пошлет тебя при этом я мол честно выиграл знать больше ничего и не знаю и говорить тебе ничего не собираюсь отвяжись причем многие именно так и делают особенно если выигрыш крупных машины и тому подобное просто не хотят светиться бояться бандитов и прочее прочее стараются поскорее незаметно улизнуть со своим выигрышем пока не отняли короче хлопоты мороки с дилетантом не оберешься давайте я здесь остановлюсь и заодно прокомментирует значит у нас какая страница 116 но на 117 там 116 17 так вот по поводу дилетантов по поводу того вот как люди забирают свои выигрыши и гасится сразу с ними вот и мы в 2011 вот ваш наивный покорный слуга наивный просто до мозга костей как говорится что там получил выигрыш в 2011 так называемый купил машину записал видео все всем рассказал ну и там незамедлительно через пару месяцев получил по голове причем от каких-то местных то есть это совершенно точно обычная наружка там какие-то бандитосы местные просто в интернете увидели а вот он где живет там я в хрущевке тогда жил в обычной кстати на горсовете то есть вот в уфе есть горсовет на проспекте октября это здание администрации городского городского совета и вот справа мой дом проспект октября 118 второй этаж обычная хрущевка но необычная там потолки высокие были под три метра почти не 280 прям высоченные но и не три с половиной в общем но выше короче как надо там все строили потому что красная линия так далее по всей видимости и вот прям посреди бела дня там два часа ко мне пришли переодетые типов живушников постучались там за тубареткой типа ну и надавали мне по голове видимо думали там 10 миллионник там миллионы дома лежат и так далее но в итоге украли только сумку в которой по сути была туалетная бумага там 3000 рублей что ли на тот момент карты все которые тут же заблокировал там ну и так далее такие вот дела ладно продолжим итак сегодня мы задержали 40 минут почти продолжим на следующей неделе дочитывать